Всем привет! Я Евгений Марышев, бренд-менеджер торговой марки Turtle Wax в Украине. Сегодня мы выбрались здесь на природу для того, чтобы презентовать совершенно новый продукт на рынке Украины. Это полировальную пасту Корнауба. Именно она производится в Соединенных Штатах Америки. Поставляется на наш рынок только официально, только благодаря компании Хаммер. Паста уникальна в своем роде в том, что она богата воском Корнауба. Это самый твердый пальмовый воск в мире. Соответственно, и защищает он автомобиль лучше всех. Имеет она консистенцию вот такую, возможно, не самую приятную на вид. Но эта консистенция была создана целенаправленно, для того, чтобы ее было легко наносить, легко располировывать. И впоследствии на автомобиле она кристаллизируется и создает очень твердую защитную пленку, дает очень яркий блеск. Сейчас мы на черном автомобиле будем это демонстрировать. Всем известно, что черный автомобиль, это черный цвет, это самый маркий цвет. На нем видно все. Прекрасный образец. Здесь есть проблемы, которые мы сейчас будем устранять. В данном случае мы имеем очень запущенный автомобиль, большие потускнения вокруг форсунок, окислы по всему капоту, по всей краске, очень много царапин. Автомобиль используется на охотах, на рыбалках. За ним особо никто никогда не ухаживал. Сейчас будем приводить его в порядок. Для того, чтобы убрать все эти окислые, помутнения, царапины, как называются, вихревые потертости, в первую очередь я бы рекомендовал использовать полировальную пасту Red Rubbing. Она может использоваться как самостоятельная полироль, но в данном случае мы ее будем использовать как подготовительную для пасты Carnauba. Удобнее всего наносить и располировывать ее аппликаторами. Он имеет съемную ручку. В случае необходимости ее можно снять, переклеить на другую сторону, на другой аппликатор. Можно использовать просто тряпку. Кому как удобнее. Преимущество аппликатора в том, что ручка прижимает его по всей плоскости. Соответственно, прижим идет равномерный, располировка лучше. Ну и просто это происходит все быстрее и удобнее. Любая полироль наносится на небольшой участок поверхности автомобиля. В данном случае сейчас возьмем только капот. Наносим аппликатором. Много не надо. Достаточно небольшого слоя. Просто, чтобы вы видели, что эта поверхность покрыта. Пока возьмем пол капота. Главное не пропускать участки лакокрасочного покрытия. Полироль мелкоабразивная. Она великолепно снимает все окислы, все, что налипло на краску и оставляет чистую поверхность. Слегка защищенную воском. В данном случае нам это и надо. Располировывается очень легко. Больших усилий не требует. Главное не передержать. Потом будет сложно располировывать. Все равно располируется, но просто усилий будет потрачено больше. Помутнение вокруг форсунок ушли. Нам достался очень запущенный экземпляр автомобиля. В процессе полировки было принято решение использовать Color Magic для того, чтобы заделать сотни, тысячи здесь мелких сколов. Вряд ли камера их передаст. Будем использовать как промежуточный вариант Color Magic Black. Специально созданный для черных автомобилей. Он имеет в своем составе подкрашивающий пигмент, который закрывает вот эти мелкие погрешности. наносится он точно так же, как и все остальные полироли. Круговыми движениями, тонким, легким слоем. не пропуская ничего. В процессе обработки он тонирует краску, проявляет родной цвет. Делает его более насыщенным по сравнению с тем, ну, не побоюсь этого слова, убожеством лакокрасочного покрытия, которое нам досталось для тестов. но мы его спасем. Полироль очень экономный. Этой баночки хватает не на одну обработку автомобиля, поэтому если делать это один раз в год, я думаю, года на 3-4 вам хватит. Полиролька подсохла, и можно тряпкой, можно аппликатором, кому как удобней. Располировываем то, что нанесли. Уже видно черный лаковый блеск. Сейчас попробуем показать камерой поближе разницу эту часть капота и ту. Ну и завершающий этап это защита обработанной поверхности, придание блеска. это воск карнауба. Еще раз повторюсь, это самый твердый в мире воск, который только существует в природе. Принцип нанесения ничем не отличается от всего остального, всех остальных принципов нанесения всех полиролей. Единственное отличие, что эта полироль не боится прямых солнечных плечей. Мы изначально забрались сюда в тенек, чтобы избежать прямого солнца, так как Red Rubin, Color Magic не любят прямых солнечных лучей при нанесении. Они очень быстро высыхают, их потом очень тяжело располировывать. Данная паста этого не боится, ей можно пользоваться где угодно. в тени, на солнце это не имеет значения. Много не надо ее. Она, как и все продукты Turtle Wax, крайне экономная, что экономит ваши деньги, время и силы. Мы обработали пол капота. Вторую половину капота ждет та же участь, тоже в три этапа. надо как-то спасать сложившуюся ситуацию. Лучше, конечно, машины не запускать до такого состояния, хотя у каждой машины свое предназначение. Еще раз повторюсь, данный автомобиль используется на охотах, рыбалках. Все, можем располировывать. Располировка не забирает много времени, не сил. И финальный аккорд чистой тряпкой, широкими движениями. Каждая из только что использованных средств может использоваться как само по себе, при регулярном уходе за автомобилем, так и в комплексе, как в данном случае, при спасении экземпляра. Новая линия ударных продуктов серии Turtle Wax. Это продукты, которые решают проблему здесь сейчас, проблему, которую не смогли решить другие продукты. Многие имеют примерно вот такую картину у себя под ковриками. Большая часть машин, я думаю. Там скапливается грязь, за ней ее не всегда сразу вовремя убирают. Со временем она затаптывается и убрать ее крайне сложно. Сейчас мы будем это делать. Нанесение очень простое. Это аэрозоль распрызгивает пену. Просто наносим на загрязненную поверхность. тщательно, не жалея. Ждем буквально 15-20 секунд и пока пена не осела, начинаем ее втирать. в местах, где очень ярко выраженная грязь, нам придется повторить этот процесс. Еще раз в данном случае мы имеем автомобиль, который используется на охотах, на рыбалках и подобная процедура не проводилась, ну, наверное, лет 10 последних. Ну, на моей памяти два года так точно. Сейчас мы увидим результат. Щетка, не повреждая ковролент, поднимает всю грязь. После того, как пена растерта, нам, в принципе, достаточно будет просто протереть ее сухой, чистой тряпкой. В идеальном варианте, конечно, использовать пылесос, чтобы это все собрать. Теперь мы просто протираем это все тряпкой, то, что все, что подняла пена. Я думаю, разница уже заметна, хотя, лично, по моему мнению, здесь в нескольких местах можно повторить этот процесс, что мы, собственно, сейчас и сделаем. Буквально вот выборочно, там, где оно въелось годами. И вытираем это тряпкой, собираем грязь. Продолжаем рассматривать ту же линейку Turtle Wax Odor X. Это средство для мгновенного решения проблемы, которые прямо сейчас есть, пятно, которое нужно вывести, либо полностью очистить салон от грязи. Данный препарат для кожи, чистка кожи, в первую очередь это зачистка, во вторую кондиционер. Также в линейке Turtle Wax стандартной есть кожа люкс, которая в первую очередь кондиционер, во вторую очистка. Это для разовой очистки сложных загрязнений. Здесь мы сейчас имеем старое кожаное сидение, за счет того, что оно черное, не сильно видно на нем грязь, но сейчас мы увидим сколько грязи поднимет из него средства. Наносим на поверхность. Даем 15-20 секунд подействовать, поднять грязь. Щеточка крайне мягкая, кожу не повреждает, никакую кожу, ни грубую, ни мягкую, но очень хорошо добирается до швов, прочистит швы и сейчас просто легким движением руки начинаем чистить. Забираемся во все швы, во все труднодоступные места, благо щетка позволяет это сделать легко, не напрягаясь, я думаю камера передаст цвет пены, которая сейчас уже сформировалась, она была белой, сейчас ну мне сложно сформулировать этот цвет, какой-то буроболотный, это вся грязь, которая была поднята с кожи и вытираем это все, мы получаем при всем при этом кожа остается защищенной, она становится мягче, она меньше подвержена растрескиванию, в составе находится глицерин, один из компонентов, который защищает кожу надолго, дальше в принципе мы можем ее просто поддерживать обычной кожи люкс, подобную процедуру я бы делал хотя бы раз в год, если вы хотите ухаживать за своим автомобилем, не получать потрескавшиеся сидения, протертые складки, зажатости на коже, это позволит вам сохранить на очень долгие годы. Полироль фрешайн, в данном случае у нас ваниль, есть другие запахи, лимон, новая машина и так далее, в своем роде это уникальный полироль, он двойного действия, при стандартном классическом нанесении на торпеду, пластик, карт, дверей, любой пластик в салоне автомобиля, он дает глянец, при протирании после этого влажной тряпочкой мы получаем матовое покрытие, естественно все его свойства как антистатика, защита пластика от растрескивания, все они сохраняются в любом случае, приступаем, есть два способа нанесения полироля на пластик, торпеды, карт, дверей, любого пластика в салоне автомобиля, это прямым разбрызгиванием и через тряпку, на передней части панели, где легко это сделать, рекомендуется прямое разбрызгивание с расстояния 15-20 сантиметров, ближе к стеклу, где есть вероятность попадания на стекло, лучше это делать через тряпочку, чтобы не запачкать стекло, выглядит примерно так и растираем нанесенное получаем яркую, чистую, глянцевую поверхность, защищенную от ультрафиолета под самим стеклом лучше наносить таким образом. Эффективность от этого не страдает, мы получили глянцевую поверхность. Если мы смочим тряпочку водой и пройдемся влажной тряпкой по свежеобработанной поверхности, мы получаем матовую поверхность с сохранением всех свойств полироли. Запах в данном случае ванили будет держаться до 8 недель. Полироль для пластика Dry Touch, он же сухой блеск, в народе называется силиконом для торпеды, что в принципе в корне неправильно. силикон здесь в составе конечно присутствует, но далеко не только один силикон. Здесь сложнейшая формула, которую повторить пока еще ни у кого не получилось. Все стандартные защитные функции присущие препаратам Tartelwax для пластика здесь присутствуют. Это защита от ультрафиолета, от растрескивания, но он не дает блеска, почему собственно и сухой блеск называется. Он дает эффект совершенно новой торпеды, даже если она выгорела, вы восстановите ее внешний вид, ее цвет. Пробуем. Нанесение крайне простое. Просто наносим и располировываем мягкой тканью. Можем это делать как напрямую брызгать на торпеду, так и через тряпку кому как удобнее где применять. То есть восстанавливается цвет, защищается пластик, получаем прекрасный внешний вид приборной панели. Все очень просто, доступно, легко, а главное быстро. Эффект держится очень долго, в отличие от подавляющего большинства конкурентов, что в принципе позволяет вам экономить время, деньги, усилия и получать удовольствие от применения. Сейчас мы будем применять на пластике Black & Flash, в народе черная молния, средство предназначенное для пластиков, для восстановления их цвета, для защиты от ультрафиолета. Данное средство защищает пластики, не позволяет им растрескиваться, выгорать, выцветать, сохраняет их цвет. Поехали! Как любое средство, любую полироль, неважно что, перед применением нужно хорошо встряхнуть, наносится на чистую поверхность, тонким слоем, много не надо. Его основная задача восстановить изначальный родной цвет, сделать его насыщенным. Сейчас мы дали даем ему 15-20-30 секунд войти в структуру пластика, поднять грязь и небольшим количеством натираем. в процессе натирки пластик очищается и приобретает свой естественный первозданный вид. И чистой сухой тряпкой растираем до состояния равномерного покрытия. Пластиковая накладка у нас чистая, с сочным родным цветом, она защищена от ультрафиолета. Данную процедуру я бы рекомендовал проводить хотя бы раз в три месяца, три раза в году. Весна, лето, осень. Всего доброго! КОНЕЦ ПОДПИШИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ – ИНОЧИТЕ nothinено Продолжение следует...